Книга поэтика фотографии. Её авторы Валентин Иванович Михалкович и Валерий Тимофеевич Стегнеев вышла в свет в 1990 году в издательстве «Искусство». Немного цифр на 275 страницах в четырёх главах и иллюстрирована двумя стами фотографиями. А в журнале «Советское фото» от 1990 года в четвёртом номере была размещена статья Льва Анинского на Балуумус, где он пишет об этой книге, представляя её потенциальным читателям. Из статьи книги цитировать ничего не буду. Скажу только, что если вы хотите помимо знакомства с жанрами, языком, стилями фотографии познакомиться с прошлым нашей отечественной фотографии, так как иллюстрируется она в основном именно ими, то эта книга для вас. Сегодня, скорее всего, есть и другие книги, более красочно изданные, но думаю, что по охвату, что называется, панораме тем, книга, о которой идёт речь, вряд ли уступит современным изданиям. Итак, поэтика фотографии. На примере публикации в шестом номере журнала «Советское фото» за 1985 год в рубрике «Фототехника» я хочу сказать несколько слов об особенностях моей памяти. Тогда, теперь уже в далёком 1985 году, я прочитал статью с рецептом одного хорошего проявителя, который производился в ГДР. Это был атомал-Ф. В СССР его было не достать ни сам проявитель, ни это действующее проявляющее вещество. И фотолюбитель Носеткин поделился тем, как, заменив это вещество на метол, получил тоже очень хороший, особо мелкозернистый проявитель. В те годы, читая эту заметку, я, видимо, несколько раз прочёл название этого вещества, чтобы правильно его прочесть. Ну, как бы там ни было, но это название я помнил все эти годы. Как это получилось, я до сих пор не знаю. Это для меня загадка. Начав подготовку этих выпусков и натолкнувшись на этот номер, решил себя проверить, так ли я всё помню. Оказалось, да. Сейчас вам станет понятно, почему я всё это говорю, так как назову это действующее проявляющее вещество. Это бета-оксиэтил-орто-аминофенолсульфат. Паузу я выдерживаю специально, чтобы у вас уложилось услышанное. Даже вот косвенно по тому, как я это бегло произношу, можно понять, что оно, что называется, на слуху у меня. Итак, бета-оксиэтил-орто-аминофенолсульфат. При том, что я не являюсь химиком или каким-то научным работником. Как это случилось, мне непонятно. Если вы в состоянии объяснить неособенности моей памяти, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Вообще, Новой Зеландия – это родина самого длинного топонима в мире. То, что вы сейчас видите, это не прикол, а реальное название холма, состоящее из 92 букв. Если ваши глаза только что сломались, то давайте я помогу. Вот слово «целиком». А теперь давайте попробуем произнести его. Считайте, что это новозеландская караоке. Правда, в видео Антона есть небольшое расхождение по количеству букв. На первом скриншоте их 85, а не 92. А на втором – 83. Но это мелочи в сравнении с общим числом в названии в целом. Маори очень постарались. Кому стало интересно, можете посмотреть это видео целиком. Говоря о канале Антона Птушкина, я не пытаюсь его популяризовать, так как он в этом не нуждается. На сегодняшний день у него и так миллион подписчиков. Он очень харизматичный молодой человек и делает замечательные во всех отношениях видео. Журнал «Советское фото» от 1985 года, четвертый номер. В рубрике «Беседы о фотографии» публикуется статья наедине с портретом. Художник Илья Кабаков беседует с корреспондентом литературной газеты Юрием Ростом. По случаю его выставки фотографий под названием «Люди», которая демонстрировалась в Центральном доме художника. Из этой беседы я прочту небольшой фрагмент, а с полным текстом вы можете познакомиться в интернете, журналы оцифрованы и выложены, или в библиотеке. Последний вариант предпочтителен. Так вот фрагмент. Знаете, есть кадры, которые помнишь всю жизнь, особенно если не сделал снимка, не сумел, не успел нажать. Ну вот первое, что пришло на память. Мне хотелось снять острый момент хоккейного матча, и я встал за воротами. Чтобы оправдать свое стояние, я время от времени щелкаю, хотя кадра пока не вижу. И так отщелкал пленку. Стал перематывать, и вдруг... Помните, раньше поле от трибун отделялось сеткой? Судья рядом со мной подал неточный сигнал, и три хоккеиста, один из них старшинов, примчались ко мне, выгнули на нас сетку, и что-то возбужденно кричали судье. Какие у них были лица? Если бы я снял их в это мгновение, все, больше мне не нужно вообще снимать хоккей. Вся игра, все кипение страстей, все чувства были бы видны в этом кадре. Но когда я зарядил новую пленку, хоккеисты уже умчались. Сколько лет прошло, а я не могу забыть этот случай. Повседневные мелочи, которые незаметны современнику, но потомку могут дать ощущение подлинного аромата ушедшей эпохи. Запечатлеваются фотографии большей частью мимоходом, попутно, без сознательной поставленной цели. Любительская фотография с ее мусором случайных подробностей оказывается часто более богатой и выразительной в этом отношении, чем продуманная и скупо скадрированная художественная. Никакие словесные описания не заменят нашему потомку того, что увидит он на любительской фотографии. Ему именно то бросится в глаза, что сегодня нашему глазу совсем незаметно, что кажется заурядным, без замысла, выбранным фоном. Тот обиход современной жизни, по которому взгляд современника скользит, не задерживаясь. Фотографии напоминают слои разных времен, обнаруживающиеся на высоких обрывах и так внятно рассказывающие геологу о сменившихся эпохах проборы, усы, воротнички, отложные и стоячие, покрой сюртуков, прически, шляпы женщин и лица, лица. Однако историчность старой фотографии не только в вышедших из моды в воротничках и прическах, в конке на улице и вывесках с ятями, и не только в выражениях лиц, неуловимо отличающихся от теперешних, она еще и в самом ее фотографическом лице, в характере, позволяющем нам отнести ее к соответствующим десятилетиям, даже без всяких предметных признаков времени, а лишь потому, как фотограф выбирает и строит кадры, как группируются люди для съемки, как они ведут себя перед аппаратом. Это все можно назвать фотографическим стилем времени, едва ли он, за немногими исключениями, был сознательно выработанным. В большинстве случаев просто естественный способ видения натуры, а как же иначе? И лишь со временем, на фоне фотопривычек другого поколения, фотографический стиль выявляет свои исторические качества, оказывается и особенным строем восприятия жизни. Итак, у старой фотографии, достаточно старой, чтобы успела заметно измениться, запечатлевая на ней жизнь, двойной масштаб времени, мгновенной доли секунды, и исторический. Она дает нам срез исторической эпохи. Коллеги, подписываться на мой канал я вам не предлагаю, учитывая его специфичность. Но если вы это сделаете, чтобы быть в курсе о новых выпусках цикла бесед о фотографии, то это не возбраняется. Выражаю вам признательность за интерес к фотографии прошлого. О своих впечатлениях пишите в комментариях. Да, и можете посмотреть другие выпуски. Материалы подготовил Юрий Мигунов. Канал Мастер Холл.